Я надеюсь, мы потом это очень важный аспект обеспечения, то, что называется цифровым суверенитетом и технологичностью, обсудим. У меня один вопрос. Я с вами, во-первых, абсолютно согласен, что на самом деле, и вы привели очень правильный пример про беспилотный транспорт. На мой взгляд, сегодня, вот уже сегодня, основные барьеры на пути беспилотного транспорта лежат в области, вовсе не в области технологий, а в области регуляторики. Вот там основной барьер. Вот это и есть основной барьер. Еще несколько буквально фраз про беспилотный транспорт, который говорит на любом уровне, на любом составе, но здесь, конечно, потенциал колоссальный, но то, как сейчас пытается внедрять, слишком опасно. Да, с вами абсолютно согласен. Да, с вами абсолютно согласен. Вот, но у меня вот один вопрос, который меня беспокоит, и в том числе, вот как будущего сотрудника вот этой ассоциации, которая, в том числе, надеюсь, будет заниматься, в первую очередь, регуляториком. А вот, все мы привыкли, что у нас программное обеспечение меняется, ну там, раз в месяц, а то и раз в неделю, какой-то там сервис, или даже операционная система нашла смартфон. Но при изменении вот этого программы обеспечения возникают, естественно, противоречия будут с регуляторикой. Получается, регуляторика должна увеличить, вот, ускорить свои темпы своего обновления. То, как вот мы раньше с этими темпами создавали регуляторику, там, год, два, то, как, например, у нас написали, там, пять лет, да, вот, этот темп остался просто недопустимым. Мы просто не будем успевать за развитием технологий. И тогда как, вот, с помощью каких механизмов, да, это все можно ускорить, довести это, в принципе, скорость изменения регуляторики до скорости изменения технологий. Вот на ваш взгляд. Готовы ответы? Да. А здесь, Владимир Владимирович, регуляторика должна быть долговременной, как ширина же из дорожных кредитов. И можете делать рейс из любого материала. Конечно. Но стандарт остается стандартом. А то, что вы говорите, это вот правоприменительные вещи. У нас и так, если возьмете любую правовую базу, под миллион уже нормативных правовых актов. И здесь вопрос, что не нужно ограничиться разумным умом. Базовые вещи регулировать законодательные. А то, что вы говорите, это может быть стандарты. Ведомственная процедура и в том числе ассоциация может принимать ликвидацию по ведомственным стандартам. Вот это надо ускорять. Да. Вот я с вами соглашусь. А где законы каждый год, извините, я категорию все против. Но сейчас у нас, ну как вектор-то вот, то да, мы пытаемся через законы угнаться за теми изменениями, которые есть. А может быть действительно сложные некие общие правила, вот как есть Конституция. И страна, там, в Северной Штатах живет, ну, пристигнет, да. Давайте на другой подход исповедуем. Возьмите на свой джерк. Платформенные решения и сервисы. Суть платформенных решений, в чем регулятория государства. Определение базовых информационных ресурсов, реестров. Чтобы не было никаких возможностей каких-то манипуляций или нанесения ущерба неправильным применением. Значит, это должно держать государство определенную практику. А дальше, пожалуйста, это может сколько угодно часто меняться. Разрешите аналогии. Обычный деревок. Слов может расти в тысячу деревов. А места меняются в каждом уровне. Но это не значит, что с собой будет выглядеть. Хорошо, хорошая аналогия. Спасибо. Еще вопросы есть? За? Хорошо. Третье, следующее слово я хотел предоставить Елена Шургиной, которая представляет российских разработчиков компанией Уситроникс. Вот те люди, которые, собственно, занимаются разработкой тех самых цифровых решений, которые Минтранс будет обеспечивать регулирование РЖД и другие участники процессов транспортных будут внедрять. Пожалуйста, Елена. Здравствуйте, коллеги. Хочу поблагодарить за то, что я возможен выставке на данном мероприятии. И именно на следующий день окладом будет посвящен несколько лет. Следующим, скажем, как вся транспортная эмунистическая отрасль в целом, я сделала акцент на достаточно интересном управлении для нас, для компаний, которые сейчас активно развиваются и участвуют в различных проектах, в том числе транспортная логистика, в том числе и украинская города. И хочу с вами сегодня обсудить тему, как использовать существующие наработки в области цифровизации транспорта, городской среды и то видение, которое наша компания использует сейчас для наращивания этих систем. Объясню, почему, собственно говоря, взяла за такую тему исторический ситронизмедрил, наверное, одну из самых масштабных систем, которая сейчас уже работает в промышленных масштабах этой ДСБ в Москве. И, собственно, развитие этого направления для нас является основным с точки зрения формирования следующих этапов развития этой системы и одновременно с этим включение ее как единой экосистемы умного города в целом. Поскольку, наверное, все со мной согласятся, что транспортный город – это взаимозависимые элементы, напорки, дорожек, решево, пространство, на котором живет и работает большое количество людей. А прежде всего мы говорим сейчас о тех сервисах и возможностях, которые дает у центральной транспортной системы, в принципе, транспортной системы, на платформе нового уровня. Для конкретных, конечно, пользователей – это нас, жители, наших горожан, ну и, собственно говоря, тех пользователей, которых активно развивали. В чем, собственно, сущность изменений? Как раз влияние человеческого участия на различного рода временовых сервисов для граждан и появление так называемого человекоцентричного подхода по развитию городской среды повлияло на наше мнение о том, что статические данные, находящиеся внутри интеллектуальной транспортной системы, могут, конечно, требовать дополнительной информации. А это как следствие возникновения многих сервисов, новых возможностей, в том числе и для горожан, так и для компаний, которые оказывают соответствующие услуги. Поэтому на сегодняшний день развитие ЭТС, мы называем его ЭТС по ноль, мы видим в следующих направлениях. Это не только развитие транспортной инфраструктуры, это не только создание большего количества транспортных пересадочных конкурсов и того самого мантимонального пространства, о котором сейчас все говорят, но это развитие дополнительных сервисов для пользователей, это дополнительные услуги, которые могут оказывать компании, в том числе наши технологические партнеры, при включении в общую систему транспортной и транспортной системы города. И как следствие, дополнительные возможности появления новых сервисов, в том числе контроля за иглавичную автомобиль, в том числе контролем за перемещением пассажиров потоков и, естественно, появление дополнительных эффектов с точки зрения управления городом и его инфраструктурой в целом. Собственно говоря, те базовые сервисы, которые на сегодняшний день для нас уже очевидны, на которых мы уже развивали свою работу, они здесь представлены в достаточно вожатом виде. Многие из, скажем так, существующих возможностей действительно сдерживаются за счет регуляторий, за счет того, что не все мы можем с помощью технологии запустить достаточно активную фазу, но тем не менее, наше мнение, что эти направления будут развиваться и должны развиваться для создания тех самых комфортных условий для жизни и перемещения большого количества граждан. Учителя как раз достаточно высокий уровень миграции, достаточно высокий туристический фактор у граждан. И здесь, если только города в миллионниках, это говорит вообще о глобальном тренде, который мы, собственно говоря, видим, который мы реализуем, в том числе, с помощью нашей платформы. Учителя, как мы вышесказанное, здесь как раз-то сделаю акцент на нескольких направлениях, которые сейчас у нас реализуются. Собственно, сама агрегация транспортных услуг, которая позволяет создавать сложные маршруты, создавать сложные маршруты с использованием различных видов транспорта, а также дополнительных сервисов, которые находятся не в прямом, а, скажем так, пересадочном контре, но могут быть использованы населением, в том числе, такие, как продать велосипедов, самокатов и все остальное. Сейчас очень много систем, которые позволяют использовать эти системы разводные, но мы все-таки видим, что агрегация данного рода сервисов, скорее всего, будет неизбежна. Цифровой двойник пользователей – это достаточно такая широкая тема. Здесь я сделал акцент только с точки зрения применимости данного понятия для использования транспортных сервисов и транспортных услуг. И, безусловно, вот на эту тему сейчас небольшая работа снотворческой, потому что без данного элемента использовать различные способы и, в том числе, позитивные какие-то явления для граждан достаточно сложно, поскольку цифровой двойник – это как раз та самая сложная субстанция, которая требует создания не просто с точки зрения разработки, но и с точки зрения окружения и нормативно-революционными, скажем так, ограничениями, ну и, наверное, функциональными задачами. Что касается платежных сервисов, ровно такая же история связана с тем, что достаточно большое количество разнообразных систем позволяет использовать оплату проезда, оплату парковки. Мы все-таки считаем, что в конечном итоге движение в сторону интеграции неизбежно, и появление достаточно большого количества профплатформенных возможностей платежей позволяет достаточно быстро получить эффекты по сглаживанию временному, по большему количеству сервисов для населения, которые могут использовать единую платформу для оплаты различного рода услуг, ну и в том числе возможности для интеграции различных систем в единое пространство. Особое место здесь у нас занимает, конечно, бесконтактная система оплаты проекта, которую мы протестировали на чемпионате мира 2018. Достаточно большой эффект оказывается за счет того, что повышается пропускная способность в углу от перемещения граждан, но при этом здесь определенное регуляторное ограничение в том числе присутствует, поскольку используется система не просто считывания карт по прохождению, но это временно с этим, да, двойная идентификация, то есть это еще и видеоаналитика по лицу для того, чтобы идентифицировать проходящего человека. Но позитивность и эффекты от внедрения подобного рода решений, они, безусловно, себя показали в достаточно высоком уровне. И мы надеемся, что такие решения будут в дальнейшем развиваться. Что касается парковочных сервисов, мы здесь тоже достаточно большую работу проводим, мы тоже видим оборудованные движения в сторону создания дополнительных формы сервисов и возможностей для населения, в том числе возможностей удаленной парковки, есть только оплата удаленной, удаленная оплата парковки, в том числе и контроль за загруженностью парковочных пространств, я думаю, что те жители, которые пользуются уже какими-то системами, они действительно будут востребованы такие услуги и, скорее всего, в ближайшее время они у нас боятся. Ну и, собственно говоря, мы понимаем, что транспорт неотъемлемая часть общей экосистемы нового города, для нас мы развиваем этот единый слоя, для нашей платформы, которую мы сейчас реализуем в различных городах России, мы ставим транспорт как одной из наиболее важных систем, увязывающих в том, между собой, как городскую инфраструктуру, как жилищно-коммунальное хозяйство, как этим реальным управлением, и стараемся не учитывая развитие данного управления, развивать общий подход конструкционного города в неотъемлемой связи, в том числе и о революции транспортных комплекционных. Собственно, спасибо большое. Уператорный доклад про транспортные возможности в городе, мы добавляемся на вопросы. Да, да. Спасибо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Попробую громко. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, вот когда первая часть была, где вы прианализируете потоки для формирования маршрута более оптимальных и так далее, а планируется ли, что результаты этих исследований будут, кроме всего прочего, ну или ожидается, что они будут востребованы при планировании самого развития города, я имею в виду, архитектурного, потому что потоки-потоки, маршруты-маршрутами, да, но это же пока по существующим улицам, да? Да, 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 да. Вот если как раз говорить про то, как мы увязываем транспортную систему с системой в городе, здесь вот как раз на планы градостроительных данных, которые у нас есть в архитектурных, в том числе в друктурах городов, мы стараемся увязывать эти планы для того, чтобы на наращивание транспортного сообщения касалось не только существующей карты улицы и для распределения транспортных потоков, но и закладывать потенциалы роста с учетом плана строительства. Сейчас это прототипы, да, это то, что только наши наработки, но учитывая то, что эта система безусловно должна влиять на понимание того, какая инфраструктура, к какому объему строящегося жилья должна быть подведена, мы планируем это сразу в модели для того, чтобы потом могли это использовать не только департаменты транспортных, да, если кто-то конкретно про государственные органы, которые работают с этой системой, но и департаменты жилищно-коммунального хозяйства, экспортами строительства, поэтому здесь в нашем, скажем так, в нашей архитектуре и концепции, которую мы сейчас развиваем, мы стараемся все эти планы увязывать и давать прогнозную аналитику. Я не знаю, ответила ли на вопрос относительно того, дает ли это какой-то эффект? Нет, 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 нет. Можно сейчас сказать, что это работает. Смотрите, а обратно это работает, то есть когда планируются новые архитектурные планы, куда-то обращаются, то есть используется ли ваша аналитика для того, чтобы сама архитектура была более оптимальна? Это понятно, сначала можно спланировать на какой-то новый район, микрорайон, да, а потом пытаться оптимизировать транспортные потоки для того, чтобы туда можно было приехать, а кто-то уехал. А вот неплохо было бы его с самого начала опорректировать так, чтобы... Вы, собственно говоря, потому что запросы такие есть, собственно говоря, города начинают понимать, что хаотичная застройка серьезно влияет на загруженность последующей инфраструктуры транспорта, мы, собственно говоря, начали над этим работать. Но насколько быстро получится внедрить платок в предъективную аналитику с точки зрения управления строительства, ну, пока я затрудняюсь, ответите, слишком разрозненность существующих систем планирования городов, нет интеллий платформы, к сожалению, пока ни у кого, даже в Москве мы не можем попасть в такую глобальную интеграцию между классно-слоями управления городом, поэтому пока идут такие, скажем, задатки для формирования потом оборотов в институте, я надеюсь, что в ближайшем будущем мы увидим такие возможности, когда все планы по строительству будут учить, в том числе развитие инфраструктуры транспорта. Спасибо. 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 Спасибо.